Так хохотала над собой. Что-то тут это... А, что я делала? Хрен, короче. Доставала, сидела, намывала из этого, из мешка. Помнишь, мы накопали в мешке-то? И сижу, намываю. Пришла Люська. Раз такая, упала на мешок с хреном. Катается, играется. Я думаю, что она катается, играется? Там мыши, что ли, были? Мышь от мыши, что она там, все, нюхает, нюхает и катается. Ну, я без всякого, ну, ладно. Тут в понедельник стираю, убираюсь там во дворе, да что, подметаю. Приходит малышка, бац, такая на мешок. И вау, вау, по мешку такая. Попала такая, попала такая. Не поняла. А я еще в воскресенье заметила. Думаю, у меня что спиралька? Она же не ходит на улицу. А тут выбежит и туда, в ту сторону. И там в тихушку. Раз, и к мешку. Кто-нибудь подойдет, она раз оттуда. Я думаю, мы что ли там бегаем, знаешь, понимаешь. А когда малышку-то увидела, я ха-ха, как поймала. Думаю, блин, я забыла, что там у нас валерьянка. Мы же добы выкопали валерьянку. И я туда вместе с хреном ее положила. Я думаю, что их хрен так притягивает? А там валерьянка. А они катаются от этой валерьянки. Мне баба говорит, убери, а то это. Я в том году-то тоже накопала валерьянки. Положила, как раз думаю, сейчас я его этот, отмочу, чтобы почистить. Коты пришли, повытаскивали из миски. Короче, растаскали по всему двору. А этот наш шахтер сидит и вынает. Они у меня утожили всю валерьянку тогда. Я ходила, собирала. Вот ведь надо же, а. Вообще забыла, что у нас там валерьянка, понимаешь. И вот она сейчас, думаешь, откуда пробежала? Она и бежит, и прячется. А не сходит туда, потратся в мешок. И обратно. Вот так вот валерьянка наработает. Хорошее седативное средство. Кстати, и для желудка, но хорошее наше желудок лечит. Она еще какая-то противопаразительная. От глистов. У меня просто, я смотрела этих блогеров других. Мне хотелось завести канал и тоже поснимать какие-нибудь видосики. попробовать. Но все время я останавливала. То некогда, то я не знаю, как это делать, понимаешь. Все время вот это все останавливала. Но это действительно не так просто. Как ты понимаешь, да, уже. Как бы со стороны, когда смотришь, думаешь, что, о господи, что там вообще ни о чем. Сиди, блин, этот, ключи камеру доснимай. Да, вот вообще, ну так вот, вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Это так вот считают многие. Вот у нас всю жизнь люди считают всегда, когда видят со стороны, что все очень ни о чем. А когда начинают делать, понимаешь, что совсем ни о чем. Это ого-го-го. Нет, ну реально. Оно требует очень много времени, сил. И ответственности какой-то, и все. Ну, это, конечно, за это. И нужно, конечно же, понимать, о чем ты будешь снимать. Что ты хочешь снимать. Потому что, ну вот, когда тематически снимают там вот кто-то, да, по тематике какой-то, у них одно направление. Они со своими знаниями делятся и так далее. Кто-то влог снимает там про себя, да, к своей жизни. Я вот, допустим, не очень люблю быть публично. Ну, то есть показывать свою жизнь. Я бы, если бы рассказала много о своей жизни и показывала, как вот, допустим, снимали бы, как мы ужинаем, да, или еще что-то, что мы делаем за ужин, так у нас бы сразу рейтинг поднялся. Я думаю, да, сразу поднялся бы. Ну, мы этого не допускаем, потому что у нас все-таки я имею определенные тормоза в этом отношении, по отношению к семейному. Потому что это и правильно. Не должно быть все быть доступно людям, которых ты не знаешь. По сути-сути людей, подписчиков, мы никого не знаем. В двух словах так, по имени, услышим, знаем, но мы не знаем, с кем мы сталкиваемся. И это очень опасно, потому что люди сами по себе, многие, не то, что из себя показывают. Ну, и чтоб, как говорится, не попасться, в лишний раз не стоит трясти, как говорится, на показ. Нет, кто-то любит, пусть его обсуждают, критикуют, обливают грязью, и они как-то терпеливо к этому относятся. Ну, я, допустим, не хотела бы, чтобы мою семью обливали грязью или там еще что-то. Потому что у нас такие пакостники есть, которые прям им только дай, они и тут начнут. Более близко людей можно подпускать тогда, когда действительно ты им доверяешь и дружишь с ними. Кстати, очень много про человека сплетни наводит, очень много, даже близкие. Они даже могут не знать, близко, ой, нормально, о человеке, а рассказать такой дрянь. Просто потому что так вот у людей сложно. У нас так привыкли, о ком-то плохо говорить. Это чувство зависти, которое всегда превышает чувство, как тебе сказать, уважения. У нас уважения как бы у многих отсутствует. Но блогер это по сути своей тоже профессия, я считаю. Кто-то скажет, ой, занимается ерундой. Ну-ну, если бы так все занимались ерундой, я... Потому что это очень тяжелый труд блогерства. Тут слишком много нужно, во-первых, если серьезно относиться к этому, то оно, естественно, требует и ответственности. Блогерство это довольно-таки так тяжеловато вести блог. Чтобы люди тебя и смотрели, чтобы им было интересно. Это не то, что ты там похвастушки какие-то показываешь или еще что-то. Это вы можете так с подружками похвастаться, поболтать, посклетничать. Это да. А блогерство это немножко другое. Нужно к этому относиться по-другому. Кто-то придет сюда, подплетничает, поговорит. Кто-то такие делает же каналы, где там сидят, обсуждают, сплетничают. Но мы, конечно, этого не предверженицы этого. Мы не любим это делать. Сказка ложь давниный мёк. Добрым молодцам. Добрым молодцам урок говорили. А почему так говорили? Потому что в каждой сказке есть намёк. На что-то. Что ты должен запомнить и не повторять такие же ошибки. Или, допустим, делать так, как положено. Вот сказка была. Это самое лучшее произведение, которое придумал народ, чтобы учить. И зря, что сейчас дети мечтают сказки. А сказки очень сильно учат людей. Читают многие. Но не все. Но не все. Но читают. Мы очень любили. Ой, как любили сказки. А ребятишкам как читали. У нас были такие вот толстые хрестоматии со сказками. Прям большая такая. Мы специально ребятам купили. Спать не лягут. Несут туру-туру. Ну, какая-то у нас есть книжка. Может, это синяя такая. Ой, я сейчас не помню. Она уже такая... Потрёпанная такая. И принесёт. Давай, читай. Всё, идём. Или у нас был по очереди. Или я читаю, или папа. То есть, если я сильно чем-то занята, допустим, потому что с вечера готовили на поездку, на продажу молочку, творог, сметану, масло. Если я занята, то папа идёт читать. Если он занят, потому что каждый выполнял свою работу. Он у меня сепарировал молоко. Я его перерабатывала, отправляла там на сметану, на творог. И каждый свои действия выполнял. Вот пока кто-то чем-то занят, другой, значит, читает сказку. Без этого спать не ложились, ребята. Вот когда прочитают сказку, они прям засыпали. Бывало не одну, а две прочитаешь там. И всё, смотри, засыпает. Во время чтения уже. Да, во время чтения. А заснут, мы уже тихонько занимаемся своими делами. Там доделываем приготовление к поездке на рынок. И всё, и дети спят уже, всё. Но без сказки не ложились. Мы всегда читали. Кстати, одну книгу, прям вот мы её от корки до корки. Потом опять по-новому. Им так нравилось. Потом покупали ещё. Ну, покупали, очень плохо было. Много пошло каких-то фальшивых книг. Знаешь, таких. Писать начали все, что попало. А хотелось что-то вот хорошее найти. И поэтому мы выписывали почтой, какие-то журналы. И покупали книги. Искали хорошие, чтобы действительно вот нормально. Потому что начали выпускать, что попало в 90-х. Все потекло прям, как дали добро, потекло всё подряд. И нужно было выбирать. Ну, без сказок у нас никогда не обходилось. Да и мы в детстве тоже очень любили сказки. Я очень любила читать. Сказки вообще любимые это занятия было. Но они сказки, они действительно учат. Мудрости дают детям. Чтобы в жизни не совершать ошибок. Потому что сказка, это же ведь считай, что и есть мудрость данная от людей. Чтобы не совершать ошибок. Правда, не у каждого срабатывает. Не у каждого это... А очень зря. Поговорки. Пословицы. Это же всё идёт... Это вот самые лучшие вещи, которые учат людей правильно жить. А мы их не дослушиваем, не воспринимаем правильно. А из-за этого и происходит то, что с людьми происходит. Вот оттуда и происходят неприятности, ошибки и так далее. А вот надо бы. А я раньше... Ой, как я любила пословицы. И поговорки читать. У меня книга была большая. Папа купил. Где-то он в Сочи. В Сочи ездил отдыхать. Он каждый год ездит по два раза в год. И привозил. Привёз. Ой. У меня большая книга загадок была. Вот у нас одно время было прикол. Мы каждый вечер... У нас был такой... Этот... Традиция. Вечером садимся на кухню. У нас кухня очень большая была в городе. На кухне садимся и читаем загадки. А все отгадывают. Ты знаешь, такую хорошую книгу привёз. Мы прям не могли. Вечер ждали. Прям ждёшь вечера, чтобы... Загадки. Значит, один читает и отгадывает. А отгадки были с другой стороны. Потом следующему передаём. Он тоже читает. Но он выбирает какую-нибудь другую загадку. Чтобы когда отгадки читаешь, не запомнить где там. Другую какую-то выбираешь. Там мы по страничкам выбирали. Да всяк. Ну, у нас так. Мы прям вот... Я не знаю. Каждый вечер у нас прям аж болезнь началась. А мы не могли без них. Мы когда уже её всю перезагадывали, переотгадывали, мамы искала всё найти хорошие бы ещё книги. Не было, не находилось. И у нас вот немножко традиция так отошла. А то мы прям очень любили. Читали всякие там... Ещё помимо загадок скороговорки были, всякие пословицы. Вот как-то у нас подсело. В дневное время было такое в семье. В сказке, конечно, вещь хорошая. Очень интересно. Сказки нужно читать. Они о многом говорят. Человеческая жизнь, особенно народные сказки, они вообще сложен-то из жизни взятые. Вспомню, расскажу. У меня нет, нет, да вспомнится что-то. Нет, нет, да всплывёт. Я же, у меня же как... Ты же видишь, как... Я могу... Вот просто телефон. И какая-нибудь история с телефонами. Или какой-нибудь... У меня просто... Дай вот просто слово какое-то. Я обязательно вспомню, что происходило или было. Или там какие-то истории, что-то связанное с каким-то словом. У меня же совпадение сразу начинается. Ты заметила? И пошло, пошло, пошло. У меня же такая память-то очень специфичная. Давайте игру устроим для наших зрителей, для наших подписчиков. Напишите слово. На Руси, если вспомнит что-нибудь связанное, да? Если вспомнит, да, с этим словом какую-то историю связанную, она вам расскажет. Напишите. Ждём ваши слов. Что же я такое хотела рассказать? Хм. Не помню. Здесь помню. А вот здесь не помню. Значит, не так важно. Я всегда говорю, если забыла, значит, не важно. Если важно, оно вспомнится. Так что не страшно. Это как и в дорогу собираемся всегда. Я всегда говорю, едем уже в дороге. Так, всё взяли. Главное, чтобы были при себе паспорта и деньги. Всё остальное вообще не важно. Вот вообще не важно. Паспорта есть, деньги есть. Всё. Всё остальное уже можно даже не переживать, чего не взяли. Как многие пережили. Ой. Мне надо удивляться, когда люди едут куда-нибудь в отпуск. Или всё. Чемоданы барахла тащат. И я как это представлю. Думаю, если бы я куда-то поехала в отпуск, и тащить чемоданы. Я как вспомню, когда соберёшься в отпуск, чемодан накладываешь, сумку накладываешь. Я вот не любить их была таскать. Мне кажется, чем компактнее, чем меньше вещей, тем проще как-то двигаться. Как только вот это вот... Я почему-то, может, из-за этого и не люблю никуда ездить. Потому что, ладно, вообще так не люблю вот это вот. Я вот, я не знаю, меня прямо отталкивает. Действительно, как папа говорит, ну куда это барахло-то, зачем? Ну как же. Вечернее платье. Мы ещё не всё сносили, да? А по сути... Вот бабушки поехали. Всё обратно привезла. На фига брала с собой, да? В одних штанах и кофте могла ходить. Как мама моя всегда говорит. Снять не снимут. Что ни одень, всё равно не снимут.